Судьбоносные встречи на Псковской земле и их последствия. Обстоятельно об обстоятельствах. Параллельно пробуют себе в кино. Казалось бы, чего еще желать. Карьера шла в гору, наград было много, ну а поклонников еще больше. Девяносто третий год. Преодолеть свои проблемы рок-певица смогла с помощью религии и любви. В поисках ответов на возникшие у нее вопросы, в поисках самой себя, она приехала однажды на остров Залито. Здесь она рассчитывала получить благословение от Николая Гурьянова на уход в монастырь. О том, как тогда развивались события, рассказала экскурсовод Марина Котькина. Вот она приезжает сюда, к батюшке Николаю Гурьянову, для того, чтобы он благословил ее на уход в монастырь. Но он не дает ей такого благословения, а скажет, ты у меня будешь певицей, ты у меня такой певицей будешь. И благословил ее на эстрадную деятельность. И вот в Москве, выходя из храма, она вдруг видит рок-певца Алексея Белова, который жил в Америке. Дом у него находился недалеко от дома Мадонны. Она процветала от такой райской жизни. И вдруг они с Ольгой встречаются. И он и говорит, вот хотел бы я съездить на Псковскую землю, там есть такой остров, а на острове старец Николай Гурьянов. Она говорит, так я завтра туда еду. Поехали вместе. И они поехали тогда вместе на остров Залито. Здесь их встретил батюшка Николай Гурьянов. В своем скромном домике он угощал гостей чаем. О чем говорили тогда, знает Марина Котькина. Батюшка спрашивает у Ольги, а это твой муж? Она говорит, нет. А это твоя жена? Нет. Ну так повенчайтесь. Они засмеялись, даже отпрянули друг от друга. Через некоторое время они повенчались. И у них родилась дочь. С рождением дочери Ольги Кормухиной связана тоже особая история. Тогда на Залито батюшка Николай Гурьянов сказал певице, «Когда у тебя родится ребенок, на второй день после роддома ты неси его в церковь крестить. И если родится мальчик, назовешь Анатолий. А если девочка – Анатолия». Ольга Кормухина так и сделала. На второй день после выписки из роддома она с младенцем пришла в церковь. И каково же было ее удивление, когда открыли святцы и узнали, что именно в этот день был день святого Анатолия. Девочку так и назвали – Анатолия. После судьбоносного визита на остров Залито и встречи со своей второй половинкой, Ольга Кормухина на несколько лет ушла в тень, а вернулась совершенно обновленной и готовой к новому этапу в творчестве. Триумфальное возвращение произошло в начале нового тысячелетия. Связано оно с дорогим мужем. Именно Алексей сейчас является одним из основных авторов, чьи песни исполняет Ольга Кормухина.